Всем привет! Это команда CarpToday и сегодня мы хотим рассказать о сумках от компании Fox. Частые задаваем вопросы насчет них это чем же отличаются сумки Royal от сумок FX. Начнем с общего представления. В коллекцию сумок Royal входят три версии. Это версия Medium, версия Large и версия X Large. Основное их отличие это объем. В серию сумок FX входит всего две модели. Это сумка Medium и сумка Large. Для начала мы расскажем вам просто об отличиях одной серии от другой, а уже позже расскажем о каждой сумке отдельно. Первое отличие это материал. Это очень важный момент. Все сумки серии Royal сделаны из обычного плотного материала, а сумки серии FX сделаны из кордура. Стоит отметить, что на данный момент сумки сделаны из кордура представлены на рынке только у компании Fox. А чем же примечателен так этот материал? Материал представляет собой толстую нейлоновую ткань с особой структурой нити. Важный аспект, что ткань кордура она водоотталкивающая. То есть вы можете оставить свою сумку, например, где-то под дождем и будете уверены в том, что определенное время она не промокла. Ткань обрабатывается в несколько приемов и покрытие получается очень качественным и износостойким. А что же такое износостойкость? А это очень важный фактор. То есть вы можете интенсивно использовать эту сумку на протяжении нескольких сезонов, до каких-то нескольких, многих сезонов и с ней ничего не случится. Не появятся какие-то потертости, не появятся какие-то разрывы ткани в каких-то сложных участках. Эта сумка сохранит свой эстетичный внешний вид. Эти сумки сохраняют свой цвет, то есть они не выцветают от попадания прямых солнечных лучей. Но если все-таки случилось так, что эта сумка попала под сильный проливной дождь и осталась там на долгое время, есть один маленький минус у этого материала. Он очень долго сохнет. Поэтому старайтесь сумку держать все-таки где-то в сухом месте. С материалом мы разобрались, идем дальше. Посмотрим, что еще есть интересного в отличие этих сумок. Посмотрим на дно. Если мы посмотрим на дно сумки Рояль, то мы видим, что она выполнена из ткани такой же, как и сумки. Здесь есть четыре квадратика, которые обеспечивают устойчивость сумки на поверхности. Если мы посмотрим на сумку FX, то мы видим здесь уже плотное днище, которое способствует тому, что форма сумки держится в первоначальном виде, а также это дополнительная защита днища для поклажа, который находится внутри сумки. Теперь посмотрим на ремни. Ремни у Рояль сделаны очень приятные и качественные. Здесь продуманы специальные прослойки, которые позволяют удобной фиксации сумки на плече. Если посмотреть на серию FX, то в принципе здесь сделано все в том же стиле, но есть дополнительная такая ткань, которая способствует еще лучшему сцеплению ручки с вашей одеждой на себе. А что же общего в этих сумках? В принципе очень много. Во-первых, это ручки, которые сделаны из стропы и выполнены из ЭВА материала. Что у серии Рояль посмотреть, что у серии FX. Далее, широкая молния, идентичная в обоих сериях, с двумя замками. И если посмотреть на сумку со всех сторон, то видно, что здесь очень качественно прошита стропа, все швы проклеены. Это конечно же очень практично. Ну а теперь давайте посмотрим на каждую сумку по отдельности, посмотрим какие у них есть карманы, какой объем, чтобы у вас было больше представление, что туда поместится именно из вашего снаряжения. И начнем мы с сумки Medium. Посмотрим, что в него поместится. У нас есть различные теклбоксы, у нас есть сумочки для аксессуаров и есть очень много различных бойлов. Мы просто посмотрим объем, что туда влезет, чтобы вам было понятнее. Объем этой сумки 56 литров, а габариты 50 на 30 и на 30 сантиметров. Имеет три наружных кармана. Передний карман вмещает в себя большой теклбокс, боковые карманы вмещают либо средние теклбоксы, либо одна большая сумка для аксессуаров, либо две маленькие. А теперь давайте посмотрим, так ли это и залезет ли у нас туда это все. Для начала помещаем в переднюю сумку большой теклбокс, передний карман. И видим, что он туда идеально входит. Стоит отметить, что конечно же этот карман и сумка в целом создана не только для теклбоксов от компании Fox. Сюда подходят также и другие теклбоксы, но ориентируйтесь на размеры теклбоксов Fox. Теперь берем один теклбокс медиум и видим, что он тоже сюда отлично помещается, даже с запасом. Во второй карман мы можем поместить либо один еще теклбокс, это у нас дабл вариант. И он сюда тоже отлично помещается. Либо можем попробовать сюда, не попробовать, а она подходит идеально сюда, сумка Large. Либо две сумочки аксессуаров среднего размера и Slim. Да даже сюда влезет еще на самом деле я вижу вот эту сумочку. Все три сумочки отлично влезли в этот карман. До недавнего времени у нас на самом деле была такая проблема, что мы не пользовались такими сумками для аксессуаров, а в эти карманы просто напихивали все подряд. Лески, какие-то оснастки, лидкоры, батарейки. Все это потом там искалось, очень сложно это было найти. Но потом со временем мы пришли к этим сумочкам, действительно они очень удобные. Мы уже сняли на них два обзора. Одни про Кама серию, вот про эти как раз, а другое видео про серию FX. Вы можете их посмотреть на нашем канале, там мы подробно рассказываем что можно хранить в этих сумках. В основной отсек можно грузить в принципе что угодно. Ну для примера мы хотим посмотреть как туда поместится и какое количество бойлов, чтобы у вас было понимание какой этот объем и что вы сможете там перевозить. У нас есть двух килограммовый FunFishing. Кладем туда два пакета. Далее берем Source килограммовый. Кладем еще два пакета. Кладем туда Cissimur. Кладем туда Blackjack. Еще Blackjack. Все. Ну в принципе здесь место еще есть, туда можно еще положить даже в какую-нибудь сумку для аксессуара сверху. Вот. И таким образом ее потом закрываем. Вот. Вот сумка у нас получилась в собранном виде. Как мы видим она действительно оказалась очень вместительной и это однозначный плюс. Итого в эту сумку мы смогли поместить 12 килограммов бойлов. Но конечно же этот отсек создан не только для перевозки бойлов. Вы сами можете хранить там любые вещи. Какие-то сумки для оснасток или даже свои вещи личные какие-то. Это уже все на ваше усмотрение. Теперь у нас сумка Large. И мы посмотрим что в нее помещается. Но сначала мы посмотрим какие у нее технические характеристики. Объем этой сумки 80 литров. Габариты 60 на 40 и на 30 сантиметров. Так же как и в предыдущей модели в этой сумке три кармана. Но передний карман намного больше. И в него влезает не просто один Tackle Box Single. Но влезает также Double Tackle Box или два Single Tackle Boxа. Сейчас это продемонстрирую. Как видите, Tackle Box идеально зашли. И более того, здесь даже еще осталось немножко сбоку место. Туда можно убрать еще что-то небольшого размера. Посмотрим что можно поместить в боковые карманы. В боковые карманы смело входит любой средний Tackle Box, F-Box. Что в одну, что в другую. И даже здесь остается еще место для того, чтобы поместить сюда некоторые сумки с аксессуарами. В этот карман отлично помещаются сумки для аксессуаров. Что мы, собственно, с ними и делаем. Стоит заметить, что карманы мы не перегружаем. То есть нет такого, что мы что-то в натяг туда засунули, и оно распирает, и тяжело закрывается молдой. Все очень надежно. Вот. Ну, с боковыми карманами мы разобрались. Теперь давайте попробуем посмотреть, что же у нас поместится в основной отсек. Сейчас мы в эту сумку поместим большое количество бойлов и различного питания. Стоит заметить, что, конечно же, этот отсек это не основное назначение для перевозки питания. Скорее, здесь нужно хранить свои личные вещи, какие-то другие сумки с аксессуарами, какое-то еще другое снаряжение. Но мы хотим показать этот пример на бойлах, чтобы у вас просто сформировалось представление, какой объем сюда помещается. Если в первой сумке у нас влезло 12 килограмм бойлов, то сейчас мы узнаем, сколько поместится сюда. Поехали! И еще немножко сыпухи. Она уже тоже была. 17. Ну, 17 килограмм. На самом деле, можно, в принципе, и больше. Я их не особо старался там компоновал. Но этого уже, я думаю, достаточно. Отличие от той сумки налицо. Попробуем примерить эту сумку на меня. Ух! Ну что, видно, что сумка держит свою форму. Ремень отличный, очень удобный. Все, замечательно. Ну и теперь у нас сумка. Настоящий гигант. Сумка X-Large. Просто огромная сумка. Сейчас мы туда будем стараться все поместить. Сначала расскажем про технические характеристики. Объем этой сумки 128 литров. Вы только вдумайтесь, если предыдущая модель вмещала объемом было 80 литров, то это на 48 литров больше. Я думаю, в нее я даже смогу поместить своего напарника. Размер этой сумки 77 на 44 на 37 сантиметров. Сразу в глаза бросается одно очень интересное отличие. У этой сумки, в отличие от предыдущих двух моделей, не три, а целых шесть наружных карманов. Есть также один большой передний карман, один карман сбоку, два кармана сзади сумки, и еще два маленьких кармана с другого боку этой сумки. Карманов здесь просто завались. В передний карман у нас помещаются либо две одинарные большие коробки, либо одна двойная большая коробка. И также остается еще место для сумочек, для аксессуаров. В данном случае мы поместим сюда еще две сумочки. И как мы видим, все отлично закрывается. В задние карманы можно поместить одну большую одинарную коробку. В один карман и точно такой же есть карман второй. В него можно поместить либо еще одну такую коробку, либо опять же сумочки для аксессуаров на ваш выбор. Во второй карман можно опять же поместить различные сумочки для аксессуаров. Они тоже сюда идеально подходят. Причем, то есть можно их не вот так погружать, а чтобы экономить место, все продумано до мелочей. Эту сумку можно разместить горизонтально. Вот туда мы еще можем сумочку Slim поместить. Такую сумку вот. Три сумки сюда влезают. Отлично. Второй боковой карман также вмещает в себя один большой одинарный теклбокс. Либо сюда можно поместить теклбокс двойной средний или просто одинарный теклбокс маленький. Сбоку у нас еще два одинарных кармана. И что примечательно, Fox, как всегда, сделал все очень продуманно. Здесь этот карман верхний немножко уже, а нижний карман шире. Это сделано для того, чтобы у вас, когда в случае, когда верхний карман набит полностью, вы смогли спокойно открыть нижний карман. Сюда вы можете уже помещать различные сумки с аксессуарами, какие-то свои снаряжения, но теклбокс сюда уже, конечно же, не поместится. Ну и по традиции мы напичкаем эту сумку бойлами. Поехали. Фанфишинг пошел. Еще фанфишинг. Еще фанфишинг. В эту сумку уже на дно спокойно ложатся три пакета. Дальше. Это что у нас такое? Это пацификтун и перец. Сколько здесь килограмм? Три килограмма. Что это сюда помещается? Фишбери, ребята. Даже фишбери. ЦСЛ. ПВА. Вот еще один. Ну и все. Все идеально сюда поместилось. И даже еще осталось немножко места. Скажу сразу. Конечно же, не стоит грузить так сумку. Несмотря на то, что они, конечно же, все очень прочные. Но это не значит, что в ней можно перевозить такой вес. Ну, мы попробуем. Нет, это перебор явно. Итого, в эту сумку мы смогли поместить, задумайтесь, только 30 килограмм бойлов. 30. И даже две баночки фишбери, ребята. Ну вот, мы поговорили про сумки серии Рояль. А теперь мы переходим к сумкам FX. Посмотрим, что они из себя представляют. Как мы говорили ранее, в серии сумок FX есть всего две версии. Это сумка Medium и сумка Large. Мы сейчас посмотрим на сумку Medium и посмотрим, что в нее у нас поместится. Стоит отметить, что когда эту сумку берешь, благодаря вот как раз тому самому плотному дну, она очень хорошо держит форму. То есть, работать в разобранном виде с такой сумкой немного удобнее. Габарит этой сумки 56 на 40 и на 35 сантиметров. Посмотрим, что она из себя представляет, какие у нее есть карманы. Всего у сумки есть три внешних кармана, так же, как и у сумок серии Рояль. Но есть такая небольшая отличительная особенность. Помимо кармана, здесь есть еще вот такая сеточка на липучках. Передний карман вмещает в себя либо большую одинарную коробку F-Box, либо большую двойную коробку F-Box. У нас сейчас одинарная, но и большая сюда влезет очень хорошо. Так же, как и для сумок Рояль, сюда не обязательно подходит только Tacklebox и Fox, но и других брендов они сюда подойдут отлично. В боковой карман можно поместить либо среднюю одинарную Tacklebox, либо двойную. Ну, сразу скажу, что лучше помещать их, наверное, точно вот так, горизонтально. Так они входят сюда намного лучше и их отсюда удобнее доставать. Сверху, в принципе, даже осталось немножечко места, чтобы еще разместить какую-то маленькую сумочку. Второй карман по объему Den Pinchin первому. Здесь тоже есть сеточка. Сюда можно, в принципе, поместить любые сумочки с аксессуарами. Даже не одну, а несколько. Ну, а теперь наша любимая игра. Посмотреть, сколько же влезет пачек бойлов в эту сумку. Поехали! Вот так вот сделаем, а что-то. 17! 17 килограмм. Насколько я помню, в сумке-рояль у нас влезло 19 килограмм. Сюда у нас чуть-чуть поменьше вместилось. И вот у нас теперь последняя сумка. Эта сумка тоже серии FX, но large. Посмотрим, что она из себя представляет. Габарит этой сумки 64 на 40 и на 44 сантиметра. Смотрим на эту сумку более внимательно. Видим, что здесь также есть три кармана по бокам. Такая же есть сеточка на липучках для хранения деликатных аксессуаров. Но есть одно интересное отличие. Перед тем, как попасть в основной блок, есть еще верхний карман. Вот так он выглядит. Помимо того, что это просто верхний карман, здесь еще есть дополнительный отсек на молнии с прозрачным окном. Данный отсек специально спроектирован так, что в него идеально подходит сумка-конверт для оснасток от компании Fox. Давайте посмотрим, так ли это. Как пишут в описании. Легла отлично. И закрылась тоже отлично. В передний карман может поместиться одна большая двойная коробка F-Box или одна одинарная коробка F-Box. Боковые карманы вы можете, опять же, на свое усмотрение, либо средние коробки F-Box класть, либо какие-то сумки для аксессуаров, либо вообще то, что вам интересно на ваше усмотрение. Ну и играем нашу игру. Запихни как можно больше булок сумки Fox. Поехали. Ну и куда же без них? Обязательно две баночки Fishberry. Идеально. Ну, в общем, 20 килограмм сюда вмещается смело. Подводя итог, что хочется сказать. Все сумки компании Fox очень надежные и приятные. Мы сами владеем на данный момент вот этой сумкой Large серии FX. И мы ей полностью довольны. Она отвечает всем нашим требованиям. Если посмотреть на сумки серии Royal, то мы видим, что там очень большая вариативность. Вы можете себе подобрать сумки под ваши потребности. От маленькой до самой большой. Если ваше внимание упадет на сумки серии FX, то здесь вы приобретаете сумки, которые сделаны из лучшего материала на данный момент. Они лучше держат форму. У них есть внутри такая специальная подкладка, которая способствует этому. Твердое дно и весь необходимый функционал. Весь ассортимент сумок от компании Fox вы можете приобрести в магазине carpshop.ru. Если у вас еще остались какие-то вопросы, то консультанты магазина смогут ответить на любые ваши вопросы. Также вы можете их нам задавать в комментариях. С вами была команда CarpToday. Всем привет!